В эфире информационная программа «Время новостей» в студии Ирина Варсан. Здравствуйте. 40-летний мужчина скончался в следственном изоляторе на следующий день после того, как был арестован по подозрению в торговле наркотиками, сообщили в Генеральном инспекторате полиции. В пресс-релизе уточняется, что бездыханное тело арестованного обнаружено в камере в 4.30 утра. Представители закона отмечают, что физическое и психическое состояние мужчины было характерным для человека, вынужденно прервавшего употребление наркотиков. Уточняется, что он состоял на учете у нарколога. Субмедэкспертам предстоит установить точные причины смерти. Расследование проводит Кишиневская муниципальная прокуратура. Прокуратура по борьбе с оргпреступностью и особым делам направила в суд дело девяти членов преступной группировки, четверо из которых иностранные граждане за ввоз в Молдову более 10 килограммов наркотиков, которые на нелегальном рынке стоят около 3 миллионов леев. За действиями подозреваемых следили с апреля. Первоначально были задержаны 8 человек. Из них двое мужчин и одна женщина, граждане другого государства. Еще один член группировки был пойман в конце мая на КПП в Паланке почти с полутора килограммами наркотических средств типа ПВП. При обыске правоохранители изъяли различные виды наркотических веществ, которые продавались через интернет. По ходатайству прокуратуры по борьбе с оргпреступностью и особым делам задержанные находятся под предварительным арестом. Уголовное дело направлено в суд, а два лидера группы, гражданин Молдовы и иностранец, руководившие на расстоянии, объявлены в международный розыск. По закону наркотрафик, совершенный в составе организованной преступной группировки, наказывается лишением свободы на срок от 7 до 15 лет. Срок полномочий временно исполняющего обязанности генерального прокурора сможет длиться более одного года и не иметь ограничения в 12 месяцев, как это предусмотрено законодательством сейчас. Соответствующая поправка в закон о прокуратуре одобрена парламентом. Таким образом, учитывая, что срок полномочий нынешнего и у генерального прокурора Дмитрия Робу истекает 6 октября, решение о его продлении или новом назначении на эту должность остается за высшим советом прокуроров. Робу был назначен указом президента Майя Санду после отстранения от должности Александра Стоиногла. В Молдове запас донорской крови и препаратов из нее в настоящий момент составляет 50% от необходимой нормы, сообщают в Национальном центре переливания крови. За последние два месяца число доноров сократилось почти на 50%. При этом численность пациентов, нуждающихся в переливании, постоянно растет. Для пополнения запаса с 15 сентября центр проводит в ряде медицинских учреждений Кишинева и Бельц первый этап компании. Медицинское сообщество сдает кровь, дарит жизнь. По словам замглавы Национального центра переливания крови Дойны Банарь, за последние два месяца количество запросов на кровь и ее препараты от медучреждений выросло примерно на 30%, а вот доноров стало меньше примерно на 50%. Количество доноров снизилось, учитывая, что лето – период отпусков. И учащиеся, которые могли бы сдавать кровь, уезжают домой, а это весомая часть доноров, многие из которых регулярно, системно сдают кровь. В среднем ежемесячно по стране требуется около 6 тысяч доз плазмы и эритроцитарной массы. Есть еще неприкосновенный запас 8 тысяч доз препаратов, которые находятся на длительном хранении. Для поддержания резерва центру переливания нужны доноры. Есть люди, которые системно сдают кровь каждые 2-3 месяца. По словам Дойны Банарь, их около 50 человек. Еще 52 тысячи делают это регулярно, но не более 1-2 раз в год. Николай приходит в центр несколько лет подряд. Сегодня он сдает кровь в 10-й раз. Здесь 10-й раз. И прихожу для того, чтобы помогать детям, онкобольным, онкобольным, чтобы они могли получить еще один шанс на жизнь. Особенно вторая положительная, просто тромбоциты, это хороший анализ. У меня хороший анализ на тромбоциты. И за счет этого я могу сдавать для детей и онкобольных. Ну, иногда сам предхожу, иногда нам звонят и говорят, что нам надо сдать. Дети нуждаются в крови. Чтобы компенсировать дефицит крови текущего запаса, который на данный момент снижен на 50%, в банке примерно 2300 доз, Национальный центр переливания крови начал компанию «Медицинское сообщество сдаёт кровь, дарит жизнь». В ней приняли участие многие медики из Кишинева и Бельц. Пошли каждый день сталкиваться с тем, что нашим пациентам нуждается в переливании крови, потому что я врач-хирург, и у нас есть пациент с травмой, с кровотечением. Это очень важно, пополнять запасы. Сейчас есть дефицит крови. Мы первые должны подать пример населению, чтобы люди шли в доноры. Наш институт использует очень много донорской крови и препаратов крови. Ежедневно около 6 литров, которые спасают около 20 пациентов. Мы очень рады помочь центру переливания крови таким образом. По словам Дойны Банарь, донорам предоставляются льготы в общественном транспорте, два выходных дня и продуктовый пакет. Во время первого этапа кампании медицинское сообщество сдаёт кровь, дарит жизнь, которая продлится до 23 сентября, планирует получить около полутора тысяч доз крови и плазмы. Следующий этап стартует 29 сентября. В ней примут участие сотрудники МВД. Всего для обеспечения нужд республики в год требуется около 70 тысяч доз крови. В нашей стране вода в 97% общественных колодцев не соответствует санитарным нормам. На это указывают специалисты Национального центра общественного здоровья, опираясь на результаты мониторинга, проведённого во всех населённых пунктах Молдовы. В воде обнаружено повышенное содержание нитратов, железа, фтора, а также кишечная палочка и энтерококи. Нитраты, металлы и кишечная палочка – это лишь часть примесей, которую обнаружили в колодцах по всей Молдове. По результатам лабораторных исследований, проведённых Национальным центром общественного здоровья, качество воды в сельских колодцах ухудшается из года в год. Наибольшее влияние на состояние подземных источников оказывают животноуческие фирмы, свалки, хранилища удобрений, отходов и отсутствие систем их очистки. В целом, по стране, по данным мониторинга за 2021 год, 97% общественных колодцев не соответствуют санитарным нормам. По словам специалиста НАОС Лилианы Карп, наибольшую опасность загрязнённая вода представляет для маленьких детей и людей с ослабленным здоровьем. Вода плохого качества становится причиной таких болезней, как гепатит А, гастроэнтерит, кишечные инфекции, из-за того, что там находятся возбудители гепатита, энтерококк, кишечная палочка. У взрослых и детей могут возникать такие заболевания, как флюороз зубов и костей, и когда концентрация фтора и натрия в питьевой воде превышает 1 мг на литр, могут достигать от 5 до 14 мг на литр. Как, например, в Фалешском, Унгенском, Штефанводском, Каушанском районах, где зарегистрировано повышенное содержание фтора. Согласно отчёту, наибольшее содержание нитрата в воде выявлено в Новоненском, Дрокиевском и Теленежском районах. Одним из таких проблемных мест уже не первый год является коммуна Трушене, где на весь населённый пункт есть лишь один колодец, из которого можно пить. Местные жители говорят, вода из крана не только грязная, но и пахнет так, что даже домашний скот отказывается от неё. Чёрная вода, вот как ржавчина. Ну, это же не от хорошей жизни покупаешь, потому что нечего пить. Давно эта проблема вообще? Ну, чтоб денька, года два. Вода очень плохая, невозможно использовать, не помыться, не приготовить, она чёрная. И не агро. Нику Вредник, житель Трушен, утверждает, что у воды из крана цвет чаще всего светло-бурый, а запах такой, что глаза щиплет, даже фильтр не спасает. Она очень плохо пахнет, вот сами понюхайте. Её невозможно пить, поэтому едем в колодцу и запасаемся. В свою очередь представители местной власти говорят, что проблема решаема и уже есть пути выхода из ситуации. Проблема в данный момент довольно сложная, и мы начали с того, что подали заявку на грант, чтобы получить деньги от правительства и построить новую магистраль и насосные станции для обеспечения населения питьевой водой от предприятия Апы-канал. В общей сложности, по её словам, для решения проблемы водоснабжения в крупнейшем жилом секторе Трушен вылечиться новое требуется около 30 миллионов леев. Из них 10 миллионов поступят в качестве гранта, 2 миллиона будут выделены из бюджета коммуны. Этого хватит, чтобы покрыть затраты на постройку насосных станций и подключение сектора к центральной системе водоснабжения Кишинёва. Мы сейчас дали уже проект на подключение людей. У нас есть контракт уже с гуверном, да, уже сделан контракт, мы выиграли там 10 миллионов. И если всё пройдёт, то сейчас лечитация идёт. И как найдётся, кто выиграл, сделаем контракт с ним, и уже, наверное, через месяц-полтора максимум начнём работу уже. По словам исполняющего обязанности примара Трушен, к настоящему времени проложено 9 километров трубопровода. Далее должно быть получено заключение комиссии предприятия по канал, после чего последует установка насосных станций, подкачки и подключение потребителей. В остальных секторах коммуны уже есть водопроводная система, и после запуска насосных станций их жители тоже будут подключены к общей сети водоснабжения. По словам Геннадия Недряга, подключение новой линии запланировано до конца текущего года. Лучшие обстоят дела в крупных городах, где в основном используются поверхностные источники водоснабжения, и только около 8% воды не отвечают санитарным нормам. В настоящее время улучшенная система водоснабжения доступна для 59% населения Молдовы. В Республике Молдова функционируют 53 городские водопроводные системы, из них в 42 поступает вода из подземных источников, а в 11 – из поверхностных. Сегодня наступило осеннее равноденствие. Продолжительность светового дня и ночи сравнялась. Осеннее или весеннее равноденствие считаются астрономическим началом соответствующих времен года. Это происходит, когда Солнце пересекает экватор и переходит из северного полушария в южное. Обычно это случается 22 или, как в этом году, 23 сентября. Начиная с пятницы, световые дни будут постепенно сокращаться, а продолжительность ночи увеличиваться вплоть до 21-22 декабря, пока не наступит зимнее солнцестояние. В Молдове объявлен желтый уровень метеоопасности в связи с заморозками на поверхности почвы. Предупреждение действует 25 сентября в воскресенье. Как сообщили в Государственной гидрометеослужбе, в этот день в ночные и утренние часы местами на поверхности почвы ожидаются заморозки интенсивностью до минус 1-2 градусов. Температура воздуха ночью от 2 до 7 выше нуля. В дневные часы от 18 до 23 градусов. На следующей неделе метеорологи прогнозируют потепление. На этом все. К этому часу в студии была Ирина Варсан. Не пропустите вечерний выпуск программы «Время новостей» на телеканале ТВ6 в 21.00 и в 10.30 на Архей ТВ. Спасибо, что были с нами и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова